МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами старший научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Заурбек Вахатович Бердиев. Данная видеолекция будет посвящена теме «Эволюция избирательного права о лишенцах в 1916-1936 годах в Советской России», то есть в первый период развития СССР, вплоть до принятия Сталинской Конституции. Нам надо дать определение двум категориям. Первое – это избирательное право. Значит, это понятие употребляется в двух смыслах – в широком и узком. В широком смысле – это совокупность норм и правил, регулирующих избирательный процесс от начала и до конца. То есть образуется обширный институт конституционного права. А в узком смысле – это нормы, регулирующие порядок предоставления избирательных прав. Значит, во время выборов – это активное и пассивное избирательное право. Активное право – это право избирать, а пассивное – быть избранным. Другое понятие, которое мы должны уяснить сразу – это кто такие лишенцы. Лишенцы, то есть те, которые были лишены избирательных прав, это категория лиц, дискриминируемых и репрессированных советской властью по политическим, социально-экономическим, культурным и иным мотивам. Законодательство о лишенцах развивалось, эволюционировало, и в своем развитии прошло три этапа. Как принято в исторической литературе. Это первый этап – 1918-1925 годы, второй этап – 1926-1929 годы, и третий этап – 1930-1936 годы. Первый этап связан со становлением избирательного права в России. И начинается все это с Конституции РСФСР 1918 года, где в 65-й статье были определены семь категорий лишенцев. Это лица, прибегающие к наемному труду, с целью извлечения прибыли, лица, живущие на нетрудовой доход, частные торговцы, торговые и коммерческие посредники, монахи и духовные служители церквей и религиозных культов, служащие агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов, охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома. Лица, признанные в установленном порядке душевно больными или умалишенными и находящиеся под опекой. И, наконец, лица, осужденные судом за корыстные порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором. Вместе с тем, Конституция 1918 года с самого начала заложила основу для неправильного толкования этих категорий лишенцев, введя широкую формулировку, цитируя, «лишать отдельных лиц или группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции». Последующие годы под эту категорию стали подводить всех политических противников сталинского режима, бывших белых офицеров, представителей контрреволюционных с точки зрения большевиков партий и организаций. После принятия такого основного закона якобы все препятствия на пути большевиков безраздельной и полной власти якобы были устранены. Но, тем не менее, вплоть до середины 20-х годов приходилось сталкиваться с тем, что основной чиновничий аппарат в Советской России состоял на 40% из чуждых пролетариату слоев населения, которые, естественно, не спешили включать в эти списки лишенцев большое количество людей. Первая инструкция о порядке перевыборов властных и сельских советов, утвержденная 2 декабря 1918 года, процедурные вопросы, связанные с лишением прав, были урегулированы фрагментарно. Затем были приняты ряд постановлений, инструкции в ЦИХ о порядке перевыборов от 16 октября 1921 года, от 31 августа 1922, от 11 августа 1924, которые обозначили круг лишенцев в самом общем виде. Уже с переходом к систематическому проведению выборов произошла существенная актуализация задач, кого считать лишенцами и придерживаться этих установлений Конституции России. Уже с переходом к систематическому проведению выборов актуализировалась задача усовершенствования механизма организации избирательных кампаний. Прежде всего, в текущей работе партии использовались агитационно-пропагандистские материалы, заметно возросла популярность борьбы с оппозиционными партиями, пытавшимися якобы пролезть в советы под маской, без партийных и так далее. Переход к НЭПО значительно усложнил и порядок организации выборов, усилив трудности определения трудового и политического ценза. Было сложно в те времена определить, кого считать лишенцами, и это создавало целые трудности. В первую очередь к этой категории относились кулачества. Гражданско-правовая дискриминация кулачества основывалась на системе ограничений прав эксплуататоров, которые были впервые заложены еще в первой Конституции России. Правоохранительные органы обязывали строго следить за проведением классового принципа в отношении них. При этом объективно выросла активность зажиточных слоев, тяга кулаков к власти. В обзоре ОГПУ от 22 ноября 1924-го констатировалось, перевыборы Совета по всему Союзу характеризуются с одной стороны пассивностью, безучастным отношением к ним широких крестьянских масс, а с другой – напором кулачества, пытающегося пробраться в Совет. Затянувшаяся череда неудачных перевыборов заставила ЦК партии большевиков в 1925 году в первую очередь сосредоточиться на этой проблеме. По верному наблюдению историка Геймпельсона, который изучал НЭП, расширившийся НЭП толкал на политические выступки. То есть экономически независимые слои населения естественно требовали допуска их политики, решению проблем там, где они жили. Естественно, с этим партия большевиков считала необходимым бороться. Октябрьский пленум 1924 года ЦК РКПБ конкретизировал в своих партийных решениях вот эту политику оживления Советов, значит, поворота лицом к деревне с тем, чтобы, значит, укрепить свои позиции в советских органах. Какой виделась новая модель выборов высшему партийно-советскому руководству? В инструкции, утвержденной ЦК СССР 16-25 года и в последующих циркулярах устанавливалось, что нужно по всей стране ввести единообразие в процессе лишения избирательных прав. По сравнению с предыдущими выборами эта инструкция носила более демократичный характер. Главными политическими директивами стало ограничение применения административного ресурса в партийно-комсомольскими советскими работниками и укрепление доверия к власти. С 16 января 1925 года была принята следующая инструкция о проведении перевыборного процесса. Дело в том, что Конституция СССР 18-го года это вопрос лишения многих категорий населения передает на рассмотрение губернским областным избирательным комиссиям. Постановление президиума ЦИК о перевыборах в Советы принятом 16 января вводилась повесточная система об обещании избирателей. То есть постепенно инструкции упорядочивают процесс проведения перевыборной кампании. И здесь же в этой инструкции были выработаны, разработаны квалифицирующие признаки отмены выборов. Главным признаком считалась низкая явка избирателей. В частности, если их пришло на выборы менее 35%, значит выборы считались несостоявшимися. 17 апреля 1925 года выступая на собрании актива Московской организации Николай Иванович Бухарин в докладе о новой экономической политике заявил, обращаясь к крестьянству. обогащайтесь, развивайте свое хозяйство. И добавил, только идиоты могут считать, что у нас должна быть беднота. То есть это было выражением того, что партия большевиков скрипя сердце допустила НЭП и в целях оздоровления экономической ситуации приходилось идти навстречу крепким хозяевам насилия. В целом местные партийные организации советские работники не были готовы к такому повороту дел. Они ведь привыкли к тому, чтобы во время избирательных кампаний использовался так называемый административный ресурс, давление на избирателей, и теперь уже надо было переходить к так называемым честным выборам. Новая конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 года. Статья 14 фактически повторила формулировку 23-й статьи прежней конституции. Она позволяла государству лишать избирательных прав как отдельных лиц, так и целые социальные группы. Вот это положение, естественно, использовалось властями для того, чтобы расширительно толковать статьи конституции, которые были нацелены на то, чтобы выработать четкие критерии для причисления определенной категории населения к категории лишенцев. В свете этих положений постепенно вырабатывается новая инструкция от 13 октября 1925 года президиумом в ЦИК РСФСР к избирательной кампании 1925-1926 годов. Вот эта инструкция была самой демократичной в истории избирательного права Советской России 20-30-х годов. Она в еще большей степени стремилась реализовать тенденцию на демократизацию, открытость деятельности избирательных комиссий. Одним из главных ионного введений стало введение постоянного поименного учета лишенцев, которые должны были вести местные советы на оставание сведений документального характера. То есть, чтобы причислить человека к лишенцам, нужно было документально обосновать это мнение. А это было очень важно в то время. Примечательно, что до 2025-го года на законодательном уровне порядок голосования определялся на усмотрение местных или региональных органов власти. Естественно, практика показывала, что именно открытый порядок голосования был выгоден власти имущим для того, чтобы контролировать избирательный процесс и не допускать эксцессов с тем, чтобы были предсказуемые результаты. Какие еще положения характеризуют эту избирательную инструкцию от 13 октября 2025-го года с точки зрения демократизации избирательного процесса? Во-первых, для того, чтобы причислить категорию лишенцев, нужно было доказать нелояльное отношение к советскому власти этих категорий. В первую очередь к лишенцам были причислены те, кто имел хоть какое-то отношение к эксплуатации чужого труда. Вторая категория, которая, значит, по этой инструкции причислялась к лишенцам, это служители храмов, служители всевозможных разных культов. И, естественно, первым определяющим критерием здесь было то, что они все это делали как основное свое занятие и получали от этого доход. При этом подчеркивалось в этой демократической инструкции, что к числу лишенцев нельзя было причислять лиц свободных в профессии, врачей, адвокатов, писателей, художников и так далее. В то же время в этой демократической инструкции впервые появилась новая категория лишенцев, члены семьи лишенцев. О них нигде до этого ни в Конституции 18-го года, ни в Конституции 25-го года ничего не упоминалось. В чем суд этого положения? Если было доказано, что члены семей лишенцев не имеют самостоятельного дохода и не занимаются самостоятельно общественно полезным трудом, их автоматически, как члены лишенца, причисляли к этой категории лишенца. Восстановление в избирательных правах стало возможным для лиц, ранее прибегавших к наемному труду, извлекавших нетрудовой доход, занимавшихся торговлей, промыслами, также бывших служителей религиозного культа, при условии, если и они предъявляли документы, свидетельствующие, что в настоящее время они от всего этого отошли и добывают средства к жизни личным трудом и не эксплуатируют чужой труд. Выборы в Советы, состоявшиеся в конце 25-го начале 6-го года по этой инструкции, были самыми свободными, самыми демократичными за всю историю советской власти. В проведении избирательной кампали были вовлечены широкие круги населения, города и деревни, даже представители мелкой небоманской буржуазии. Активно проводились в жизни директивы партии и правительства по вовлечению Советов Беспартийных. Соответственно, эти выборы дали не очень желательный для партии большевиков результат, особенно в сельской местности. И это привело к тому, что количество лишенцев населия по сравнению с выборами 24-го и 5-го годов уменьшилось на 0,3% или в абсолютных цифрах на 125 тысяч человек. Как указывалось в документе в подводящем итоге, произошло это по-видимому вследствие уточнения вопроса, кто лишается избирательных прав, о чем весьма подробно указываются инструкции от 13-го октября 25-го года. Итоги выборов 25-го и 6-го годов, естественно, обеспокоили правящую партию, и это стало повесткой дня для многих заседаний партийно-государственных органов. Если остановиться хоть немного на том, что вызвало опасения у властимущих, то можно процитировать ряд положений из обзора ОГОПУ за декабрь 25-го года. Здесь вот что писалось. Теперь всякие имеют право быть избранным, теперь кулаков нет, а есть граждане-хозяйственники, заявляют, писалось в этом документе, кулаки, из зажиточной Самарской губернии. Советская власть делает ставку на зажиточных и кулаков, а раз так, то они и должны быть в сельсовете. И ряд других положений, которые подтверждают мысль о том, что экономически сильные круги населения в городе естественно требовали, значит, чтобы их допустили советы, чтобы они имели возможность принимать решения на местном и региональном уровне. На объединенном пленном ЦК и ЦК и ЦК и ЦК и ЦК и ЦК и ЦК открывшимся 14 июля 1926 года одним из ключевых вопросов о повестке стало как раз рассмотрение итогов этой избирательной кампании. С докладом выступил Молотов вот что он писал. Партийное руководство приняв решение об усилении административного нажима на частный сектор и увеличение налогов на крестьян потребовало пересмотра и инструкции о выборах с целью устранения от участия в них наиболее хозяйственно и социально активных крестьян, ремесленников и так далее. В результате этой работы появляется инструкция от 28 сентября 1926 года в которой были ужесточены нормы о лишении избирательных прав основных категорий населения которые с точки зрения партии и советского руководства мешали строительство социализма в нашей стране. Что было нового в этой новой инструкции? В первую очередь число лишенцев использующих наемный труд были причислены не только те которые сейчас эксплуатируют наемный труд но и те которые даже до революции прибегали к этому. Во-вторых число лишенцев могли быть приписаны и любые люди принимающие участие в любых торговых операциях и так далее. То есть нормы о лишении избирательных прав были ужесточены. В эту категорию естественно были введены церковно-служители плюс к ним нужно различать еще были церковно люди которые имели какое-то отношение к церкви но от этого не имели никакой доход. Естественно причисление их по данной инструкции число лишенцев вызывало во-первых расширение круга лишенцев и во-вторых недовольство народа. Естественно служащие агенты бывшей полиции отдельного корпуса жандармов охранных отделений членов царства Россия дома также по-прежнему оставались в числе лишенцев. Затем лишение прав стало касаться и еще более обширной категории лиц подвергаемых репрессиям по линии ОГПО то есть тем которые лишение переписывалось вовсе в несудебном порядке. Естественно все эти положения на уровне РСФСР были утверждены по сравнению президиума в ЦИК от 4 ноября 26 года. Первая часть нашей лекции завершается на этом и вторую часть мы посвятим проложению этой темы. С вами был Зарубик Бердеев старший научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований. Редактор субтитров А.Семкин